Министерство здравоохранения Российской Федерации предупреждает, люди старше 60 лет наиболее подвержены осложнению при новой коронавирусной инфекции. Статистика показывает, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди детей крайне мало. По данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, на долю детей и подростка до 19 лет приходится около 2% от числа заболевших. Отсюда следует вопрос, правда ли, что дети почти не болеют коронавирусом? Доцент кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального университета Павел Зеленихин отметил, что дети болеют коронавирусом точно так же, как и все остальные. Однако переносят они это заболевание значительно легче, чем взрослые и пожилые. Какие заболевания? Ну, взять ту же самую ветрянку, да? Дети переносят, но пятнышками покрываются, им никаких проблем нет. А если взрослый человек, если он детей не переболел, он не имеет, ему ни тем не болеет ветрянка, он может вполне себе легко умереть. Иммунная система детей очень хорошо подготовлена к борьбе с вирусами. Но при этом дети и подростки являются точно такими же переносчиками заболевания, как и взрослые. Меры предосторожности одинаковы для всех. Не забывайте соблюдать их, чтобы защитить себя и своих близких. Напомним, в Казанском федеральном университете продолжается разработка вакцины против новой коронавирусной инфекции. Диана Желенкова, Универньюс.